Это, согласитесь, разные последствия, но вместе с тем я говорю, что процедура медиации по своей природе изначально гораздо более эффективна, чем судебный процесс, во много раз, именно потому что, во-первых, акцент на человеческих отношениях, а не на бумаге, полный обзор конфликта во всей его полноте, а не только в рамках заявленного предмета основания иска, в-третьих, это креативность, сами стороны являются соавторами выработанного решения, а в судах это не так, это судья, и судья никогда не может угадать наши желания лучше, чем мы сами. Вот, например, супруга подает иск и буквально перечисляет требования, начиная от постельного белья, заканчивая квартирой. Хотя это с точки зрения обычной практики безграмотный иск, несмотря на то, что их составлял профессионал, но профессионал, видимо, с опытом, очень слабым опытом в бракосемейных конфликтах. Одним словом, когда вы заявляете 100 требований, есть риск, что 98 требований ваших будут удовлетворены, а в двух требованиях будет отказано. Вот так и произошло в ее случае. Ей отказали в делише квартиры, потому что эта квартира была получена на средства супруга, заработанные до вступления в брак. Так установил суд, исходя из документов. Но она потратила примерно один год жизни на напряженное и огромное количество денег на то, чтобы делить мелочи. И она получила формальное вот это деление мелочей, и вроде бы равное, но она упустила главный момент, связанный с дележом вот этой недвижимости. Если бы между сторонами, теоретически предположить, стали бы рассматривать они процедуру медиации, то они не потеряли бы этот год жизни, а сразу бы выработали определенное решение. Вот основной вопрос, связанный с квартирой. Причем на этапе начала этого конфликта супруг не готов был поделиться квартирой, но готов был заплатить щедрые отступные. Понимаете, да? А по итогам судебных процедур он раздумал выплачивать эти щедрые отступные. И в результате деструктивный вариант для обеих сторон, потому что они потеряли много времени, они недовольны решением суда, и, к сожалению, отношения назад, они ухудшились после этого. А вы, предпоследний вопрос, интересуетесь положением семьи вот после медиативного соглашения? Да, конечно, настолько, насколько это возможно. Во-первых, мы культивируем с клиентами долгосрочные отношения, потому что есть истории жизненные, о которых я могу рассказывать с большим интересом, когда обращается, например, глава семьи, отец с коммерческим спором, затем он более сложный спор направляет, затем он направляет своего сына, друга сына, оппонентов сына, и получается, понимаете, как целый куст заказов, которые следуют друг за другом. Начинаешь лучше понимать историю жизни этой семьи, уже сможешь спрогнозировать возможные действия будущие членов семьи, характер каждого из них. Да, это так. Да, это интересно отслеживать, и я думаю, что это и есть тот персональный сервис, который больше напоминает социальную услугу, чем юридическую услугу. В нашей жизни очень не хватает услуг, богатых социальным содержанием. Они очень формальны, очень поверхностны. Значит, все-таки можно говорить, что институт медиации, он как-то будет внедрён в нашу систему. Я думаю, в России он особенно востребован. Спасибо вам большое, Мирата Александрович. Вам также спасибо, я направлю вам ссылку. Всего доброго. До свидания.